Сегодня в суде рассматривалось дело одного из бурильщиков, оставшихся без денег. Игорю Максименко работодатель остался должен более 200 тысяч рублей. Мужчина в составе бригады и 7 человек осенью 2015 года выдвинулся на машинах с буровыми установками из Казани в Керчь. Там пропускная система на саму косу узла, потому что там было разминирование. То есть у нас все были беджики, пропускная машина, погранзастава. То есть просто так туда люди не пускают? Ни в коем случае. Там было разминирование. Рассказывают, что работа была очень специфическая. Бригаде достали самые сложные с точки зрения геологии участки. Но на этих полученных казанцами важных данных были спроектированы опоры будущего моста. Игорь говорит, что после трех с половиной месяцев работы стало понятно, что финансовые договоренности под угрозой срыва. Когда аванс, обещанный до нового 2016 года не пришел, рабочие обратились к московскому заказчику. Они полностью рассчитались вот с этой казанской фирмой и разбирались здесь на месте. И опять же звонили сюда, в этот инжиниринг. Но мне в другой форме ответили, что парень, как хочешь, так и выкручивается. Ставь нас в покое и больше не звони. Потом контакты исчезли. Никто телефон не брал. У коллег Игоря Максименко суммы, которые им не выплатил работодатель, меньше. Но они, как люди редкой и очень мужской профессии, стоят друг за другом горой. При помощи юристов сейчас собирают все доказательства. А доказывать, судя по всему, придется и то, что они там работали, и то, что заработанное у них отобрали. Уже выяснилось, что ответчик даже не зарегистрирован по указанному во всех документах казанскому адресу. К концу месяца в Казани из Москвы должны прийти документы, подтверждающие факт перечисления денег от заказчика местной фирмы. То, что ее владельцев в конечном итоге найдут, а бурильщики докажут, что это деньги. Их сомнений не вызывает уж слишком стратегический этот объект. Внимание к которому приковано таких структур, которые вряд ли допустят такого банального, но так хорошо знакомого строителям так называемого кидалова. Дмитрий Аверкиев, Рушан Гайнудинов, телеканал «Эфир».